Это программа День с толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Одна тонна угля на неделю. Что еще предлагают жителям замерзающего Локтевского района? Дорога, которая может стать последней. Почему дети в барнаульском поселке добираются до школы по проезжей части? Лесные красавицы с душком. Как в Рубцовске собрались бороться с незаконной рубкой елок в преддверии Нового года? Глава региона ответил на вопросы жителей. Только что завершилась прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Напомним, за две недели на горячую линию поступило более трех тысяч сообщений. Вопросы прежде всего касались социальных сфер ЖКХ, здравоохранения, ремонта дорог, благоустройства и образования. Подробнее о входе прямой линии и о том, остались ли жители довольны, ответами губернатора расскажем в ближайшем выпуске новостей. Ну а теперь к другой теме. Нужна не подачка, а стабильные поставки. Этого требуют жители Локтевского района, которые замерзают в своих домах из-за острого дефицита угля. А между тем, районные власти предложили замерзающим жителям организовать доставку. Правда, всего одной тонны угля, да еще и в два раза дороже. Уголь власти предлагают особо нуждающимся жителям района. Цена за тонну – три тысячи рублей, плюс доставка – две с половиной тысячи. Люди отказываются от такой дорогостоящей помощи. У меня золотая эта тонна угля выйдет. И эта тонна угля не спасет нас на неделю всего лишь. И то, откуда вы ее взяли? С резервного запаса. Это то есть с города везут вот этот резервный запас, с пылью смешанной вот этот уголь, остатки, короче, угля, которые есть. Жители говорят, что дешевле заказать из Барнаула. За восемь тонн они заплатят 37 тысяч рублей, а уголь Локтевского района им обойдется в 45 тысяч. Местные власти на контакт с журналистами не идут, но в социальных сетях пишут, что сейчас ведут работы по вопросам поставок угля в Локтевский район из Кузбасса. За счет дополнительных светофоров и освещения перекрестки Барнаула станут безопаснее. С начала года в администрации Барнаула анализируют участки дорог, где часто происходят аварии, чтобы изменить дорожно-транспортную ситуацию. Как, например, на перекрестке улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда, где недавно произошла трагедия. Тема продолжит Дмитрий Дроздов. Трагедия, всколыхнувшая Барнаул. 13-летняя девочка, переходившая перекресток без светофора, погибла под колесами маршрутки. Знакомые семьи говорят, она хорошо училась в школе и подавала надежду в спорте, занималась хоккеем на траве. Но кто же знал, что дорога домой окажется смертельной? Спустя неделю о ЧП не перестают говорить. Это очень большое потрясение вообще для детей, для одноклассников, для родителей. Очень тяжело. Это тот самый перекресток, на котором неделю назад водитель маршрутки насмерть сбил девочку. И скажу по себе, действительно, поток машин здесь просто огромный. И поэтому этот перекресток явно требует изменений. Как нам пояснили, в декабре месяце здесь появится светофор и будет предоставлено освещение. А после прокурорской проверки устранят и другие недочеты. Выявлены определенные недостатки при содержании уличной дорожной сети. Установлено, что на момент ДТП на перекрестке отсутствовали знаки пешеходный переход. Выявлены недостатки, выразившиеся в отсутствии продольной разметки по улице Шумакова в границах улиц Балтийская и Власихинская. И изменения коснутся не только этого участка. Ежеквартально в профильном комитете совместно с ГИБДД определяются места, где происходит больше всего аварий. А по итогам года формируют итоговый перечень. И именно на них в первую очередь устанавливают светофоры. Например, в этом году на четырех подобных перекрестках светофоры уже появились. Пятым будет этот, на Шумакова. Работу продолжат и в следующем году. Сейчас на комиссии будет утверждаться, как раз по 12 уже месяцам, по результатам анализа аварийности, новые объекты, новые участки, где необходимо материть светофор, где необходимы также искусственно-дорожные неровности, где-то освещенность улучшать. Поэтому на следующий год эта работа еще предстоит. Также в этом году дополнительно выделили 20 миллионов рублей на обновление дорожной разметки. Она выполнена из термопластика, который имеет больший срок службы. На дорогах Барнаула выросло число лежачих полицейских, в частности в новых районах. В этом году их уложили порядка 80 штук. А еще пару лет назад искусственные неровности в год укладывали не больше 30. Стоит отметить, что в этом году это первый смертельный случай, который произошел в городе с участием общественного транспорта. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Расходы бюджета края на 2022 год ко второму чтению увеличатся более чем на 10 миллиардов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по подготовке проекта бюджета к окончательной редакции. Более 130 поправок ко второму чтению бюджета поступило от 5 фракций и 9 комитетов законодательного собрания. Причем более 99% всех поправок были учтены. Удалось также превысить показатели финансирования и ряд сфер, о которых просили некоторые фракции. Например, на образование прирост составил уже полтора миллиарда рублей. Очень важно, что с 1 января 2022 года будет проиндексирована зарплата ряда категорий населений. Это 76 тысяч человек. По инициативе губернатора Виктора Петровича Томенко с 1 января на 6%, с 1 октября следующего года уже на 4% увеличивается заработная плата наших бюджетов. Бюджетников – это больше 10% по году, да, рост заработной платы. Это позволит перекрыть все негативные процессы инфляционные, которые мы наблюдаем в нашем регионе. Активно планируется помогать муниципалитетам. Дополнительная помощь благодаря поправкам составит порядка миллиарда рублей. В целом бюджет края называют социально ориентированным. Расходы в сфере здравоохранения, социальной политики, образования, культуры и спорта составляют две трети бюджета. Ресурсы закладываются и на развитие экономики и сельского хозяйства. В следующем году в край придут средства федерального бюджетного кредита на реализацию инфраструктурных проектов, а это создание рабочих мест и организация новых производств. Рабочая группа надеется, что бюджет депутаты в итоге поддержат. Сессия пройдет уже в ближайшую пятницу. Школьники Барнаульского поселка Октябрьский каждый день подвергаются риску. До школы им приходится добираться по проезжей части. А это значит, что в один из дней до образовательного учреждения кто-нибудь может не дойти. Наша съемочная группа попробовала выяснить у городских властей, когда безопасность детей будет в приоритете. Дорога есть, но детям идти негде. Получается, мы ребенка со школы забираем и отвозим. По такой отработанной схеме Марина живет уже несколько лет. Сына третьеклассника возит в школу на машине, либо отводит за руку. А вот сотни других детей ежедневно играют со смертью, отправляя за знаниями. Путь в школу проходит через дамбу. Дорога есть, тротуаров нет. Дорогу у нас сделали, но обочины нет. Детям ходить негде. Вон идет мальчик, сами видите, как он сейчас идет. То есть дети идут по дороге. Здесь нужно сделать пешеходную дорожку, я считаю, как-то оградить от дороги детей в любом случае. Либо расширить дорогу, потому что дорога узкая. В зимний период сейчас будет проезжать только один автобус. Жители поселка Октябрьский неоднократно обращались к чиновникам, чтобы обратить внимание на опасную дорогу. Но пока тщетно. Людям говорят, есть же автобус, который доставляет детей до образовательного учреждения. Нам на этот автобус идти очень далеко. На эту остановку проще нам довезти самого ребенка до школы. Есть и очень рано автобус. То есть в 7 утра уже дети должны стоять на остановке. И обратно детей тоже довозят. Довозят до школы. Все так же на автобусе. Со школы, получается? Со школы, да, довозят. Если у ребенка 4 урока, то 5 урок он сидит просто в классе, потому что автобус в определенное время идет после 5 урока. Мы в свою очередь решили отправить запрос в мэрию, чтобы узнать, планируется ли расширение дороги, чтобы пешеходы и, в частности, дети чувствовали себя в безопасности. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Накануне Нового года в Рубцовске придумали необычный способ спасения елок. Говорят, раньше вандалы рубили деревья даже у администрации города. В этом году рубцовщане разбрызгали на еле специальную жидкость с отвратительным запахом. И если на улице он практически не ощущается, то дома в тепле ель начнет, мягко сказать, плохо пахнуть. Мало того, елки с душком обеспечат свой аромат в доме, даже если их выкинуть. Так что праздник для тех, кто захочет поживиться городским имуществом, будет просто испорчен. В соцсетях барнаульцы советуют и нашим властям позаимствовать опыт рубцовщан. И к другой теме, уже более серьезный. Законопроект о QR-кодах планируют рассмотреть в Госдуме. Когда точно пока неизвестно, там должны прописать, куда без кода россиян пускать точно не будут и какие документы должны предъявлять жители при посещении тех или иных мест массового скопления. Пока законопроект обсуждают в регионах, принцип ковид-фри вовсю применяют на практике. А в Казани теперь и в общественный транспорт пускают только при наличии QR-кода. Итог – хаос и драки. Что думают по этому поводу барнаульцы, выясняли наши корреспонденты. Социальные сети страны переполнили видео из Казани. Крики, угрозы, травмы. Одному кондуктору сломали нос, другому брызнули в лицо перцовым баллончиком. Люди в шоке, как пассажиры, так и перевозчики. Вначале, когда автобус собирался, 7 минут стояли. Представляете, пока пересмотрели все, пока QR-коды, пока, значит, только вотхвату взяли. 7 минут стояли. Это можно сделать на межгороде, где продаются заранее билеты, где проверяются QR-коды. И человек приходит конкретно с фамилии на взятые билеты, и уже водитель будет знать, что он не приобрел бы билет, правильно? А здесь как? Такая сменяемость, вот надо проехать человеку остановку две, да? И представляете, пока он предоставит этот QR-код, и пока проверят его, все, автобус встанет на месте. А это уже мнение барнаульских автоперевозчиков. Они уверены, обслуживающий персонал на транспорте такое не выдержит. Люди будут уходить, а пассажиры искать другие пути передвижения. К примеру, в Татарстане народ без QR-кодов уже объединяется, чтобы возить друг друга. Кстати, в целом систему QR-кодирования многие барнаульцы одобряют. Ну, решили, что так будет лучше. В принципе, мне несложно было. Я на самом деле прививался и до введения этой меры. Поэтому, что касается ограничений, бизнесу тяжело. Здесь, конечно, печальная история. А мне, как обывателю, хуже от этого не стало. Где люди, которые заботятся о своем здоровье, хотели бы быть в безопасности. И знать, что они в безопасности. А в общественном транспорте, как вы думаете, нужно вводить? QR-код? Ну, вообще-то, если бы он не был так загружен, как у нас, то, наверное, бы надо. Но у нас навряд ли, наверное, получится. Есть, правда, и кардинально противоположные мнения. Я думаю, что обошлись бы без QR-кодов. Ну, правительство, так сказать. А как по-другому, например, уровень заболеваемости снижать, если не QR-коды использовать? Здесь получается, что нас вынуждают. Поэтому, я думаю, что нет. А какие тогда меры могут снизить заболеваемость, по-вашему? Ну, я думаю, это личная ответственность всех граждан. Понимание, да, то есть, если ты болен, то посиди дома, полечись. Есть граждане, которым не нравится это. Поэтому давайте это обсуждать. И, может быть, технологически решать проблемы на сайте госуслуг. А что касается, в принципе, меры введения, да, она нормальная, адекватная и имеет положительный опыт в части других стран. Но давайте просто к ней отнесемся сбалансированно с точки зрения того, чтобы, ну, извините меня за выражение, бизнес не пострадал. Не угробит бизнес. Собственно, законопроект о QR-кодах должен разложить все по полочкам. И для обычных жителей России, и для бизнеса. Поэтому сейчас его активно обсуждают в регионах. Комитеты Госдумы начнут рассматривать проекты только 14 декабря, после сбора предложений от граждан. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. В этом году на железнодорожных переездах Алтайского края по вине автомобилистов произошло 6 ДТП. Две аварии закончились смертельным исходом. Включая ту, что случилось накануне на перегоне Южной Калманка. Водитель врезался в поезд, машину зажало между вагонами, мужчина погиб. Чем чреват авось на переезде и что грозит нарушителям, расскажем в сюжете. 4 тысячи машин и 12 пар поездов. Ежедневный трафик на этом переезде в Тальменке. Место потенциально аварийное, потому что, как рассказывают сотрудники железной дороги, лихачей хватает. Вот сейчас, смотрите, уже раз, извещение пошло, светофор загорелся. А шлагбаум еще не закрывается. И вот они пытаются в это время проскочить. И в это время может случиться что угодно. До поезда остаются считанные минуты, за которые машина может сломаться, застрять. В этом году в регионе на переездах произошло 6 столкновений с поездом. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Две аварии со смертельным исходом. На железнодорожном переезде 134-го километра перегона Бищемровка, съехав с семьи, отец, мать, двое детей попали в ДТП, при котором родители погибли. Дети остались сиротами. Не так давно в Амурской области произошла трагедия. Грузовик столкнулся с локомотивом. Погиб не только водитель грузовика, но и помощник машиниста, которому было всего 25 лет. Для того, чтобы остановить поезд, который движется даже с небольшой скоростью 60-70 км в час, необходимо 600-700 метров. Для сравнения, тормозной путь автомобиля при такой же скорости 20-30 метров. Об этом водителям решили напомнить в РЖД. Сотрудники ГИБДД останавливают водителей как раз перед переездом. В листовках понятный посыл. Состав из 60 вагонов легко раздавит машину, как консервную банку. Вы соблюдаете правила дорожного движения через дорожный переезд. Не нарушайте правила. Собъезжайте. Спасибо большое. Не нарушайте. Хорошо, спасибо. Да не нарушаем. С переездом опасно вообще шутить. Да. Только в Тальменском районе за год выявили несколько десятков нарушителей на переездах. И даже если водитель избежал столкновения, уйти от ответственности будет трудно. Грозит водителям либо штраф в разрезе 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Там будут рассматривать, сколько гражданин совершил правонарушение в течение года, были ли не были у него аналогичные правонарушения. Сегодня на железной дороге Алтайского края продолжают работы по повышению безопасности на путях. Но стоит сказать, что камеры фиксации нарушения, проблесковые маячки, светодиодные стоп-линии, звуковая система оповещения – все эти меры хоть и работают, но только сообща с ответственностью и дисциплинированностью тех, кто находится за рулем. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Вторые сутки наблюдаются неблагоприятные погодные условия с большим количеством осадков и сильным порывистым ветром. В Барнауле ветер порвал рекламный плакат. В немецком и Бурлинском районе дождь и мокрый снег. В Ребрехинском, наоборот, метели и сильный порывистый ветер до 30 метров в секунду. Сразу несколько сел там оказались отрезаны из-за снежных заносов. Особенно опасно сейчас на дорогах. Сильный гололед, снежная каша, местами заносы. От поездок на дальние расстояния лучше отказаться до перемены погоды, которая должна нормализоваться уже завтра. В следующем году он мог отпраздновать свой вековой юбилей. Михаил Буткеев был и остается единственным народным художником страны из Алтая. В память о легендарном живописце в галерее классического университета развернули выставку. На ней уже побывала наша съемочная группа. Передаю слово Анастасии Наборщиковой. Каменный залив в горном Алтае. Это последняя картина Михаила Буткеева. За день до смерти, на 97-м году жизни, он прорисовывал детали Телецкого озера. Реалистическое отношение к натуре. Сейчас это редкость, как ни странно. Сейчас больше авангард, абстракционизм, кубизм и так далее. А здесь реализм высшей пробы. Сергей Михайлович, сын народного художника России, рассказывает, папа и вправду был народный. Такое звание ему досталось без художественного образования. Искусство советскому мальчишке открыла Вторая мировая. Об этом Буткеев-старший упоминал при жизни. Когда я в Новосибирске слушал, туда была эвакуирована часть работы с Третьяковской галереей. Она размещалась в оперном театре. Ну да, оперный там у них. Ну мы ходили на экскурсии, я увидел, конечно, обалдел я от этого все. Жестокость войны осталась только в памяти. На полотнах родной город, виды Монголии и Горного Алтая. Люди иногда уже начинают забывать, что это такое. А многие молодые даже не знают. Поэтому приобщиться вот к этому реалистическому искусству, когда через натуру передается художественный образ. То есть обобщение. Вот вы видите, предположим, вот эта плачь-скала, да? И вы видите через нее, как бы представляете себе весь Горный Алтай. Красоту всего Горного Алтая. Сейчас в галерее Алтайского госуниверситета на Димитрово представлена экспозиция Михаила Буткеева. Как говорят коллеги, его картины – звонкая и прозрачная фиксация момента здесь и сейчас. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok.